Ну, некоторая сборная солянка тут в клипе получится, некоторые семейства кунёвых, потом прилипалые и губановидные, это два подотряда отдельных. Ну вот осталось два семейства кунёвых, кудипёры, вот он кудипёр, кудипёровые они, тропические рыбы, берега Тихого Индийского океанов, некрупная чешуя, развитые плавниковые колючки, и яркая окраска, но как раз поскольку тропики, она как раз и такая, короче, скрываются с её помощью, маскировочная она у них, хоть и яркая, маскирующая. Ну, кудипёры вообще-то рыбы некрупные, 8-25 сантиметров, обычный вид, обыкновенные кудипёры, это 25 сантиметров максимум. Ну, образ жизни щуки, в принципе, то есть он между камнями где-то там или между кораллами прячется, потом видит какая-нибудь рыба мимо плывёт и резко на неё бросается. Такая маленькая коралловая щучка, но на щуку совсем не походит, вот картинка его кудипёр, это. Ну и поскольку всё время скрывается и маскируется, его более крупные хищники не видят, это тоже им помогает. Начинает забиваться в коралловые кусты или во всякие щели прямо с молодости, вот ещё мальки тут же прячутся в какой-нибудь щели, вот так вот по щелям всю жизнь не ховают. Говорят, что мясо, в принципе, вкусное и ловят их там на крючковые снасти и так далее. Дальше джакасы, джакасы, гавайские острова, Япония, вот эти всякие южные там, Полинезия. Массивное тело имеют, маленький рот, в принципе, вот он, джакас на картинке типичный, это у нас марвонг. Вот он так называется, обитает у дна, в молодом состоянии он где-то в толще воды, биологический образ жизни ведёт. На марвонга очень много рыболовства, то есть промысловая рыба, ну, допустим, в Южной Австралии, в Новой Зеландии, вот там он может быть, марвонг. Говорят, что вкусное мясо, они его там коптят, вот такая типичная копчёная австралийская рыба, это, допустим, вот этот марвонг. Серый джакас, такой родственный этому марвонгу, достигает прям метровой длины, но обычно он где-то 40 сантиметров. Там в одной рыбе где-то килограмм мяса, достаточно жирного. Может быть, возле берега, может быть, на глубине, порядка 200 метров. Питаются крабами они, креветками, крилем. Есть ещё такой родственный голубой джакас. Ну и, наконец, цеполовы, это последнее семейство акуневидных, хотя считается акуневидное, не совсем, короче, на окуня походит. Вот такое очень специфическое. Цеполовы имеют длинное тело, мелкую чешую, такая вот змея. Длинные спиной анальные плавники сливаются с хвостовым, то есть, по сути, она ещё и вся плавником покрыта, вся рыба, потому что все плавники слились. При этом имеют яркую окраску, как правило, красную. Красная цепола. Ну, известная европейская цепола, Средиземное море, между прочим, 50 сантиметров, так что вполне тут где-то рядом она. Держится возле скалистых побережьей, питается планктонными беспозвоночными. Ну и другие виды могут быть в районе Японии. Японская цепола известна. Ну и также колючие цеполы тоже известны. Подотряд прилипаловидные с одним семейством прилипаловые, короче, прилипаловы полностью. Ага, эти, отдельный, прям отдельный подотряд образуют среди рыб костистых. Близки они к какуне видным, но вот развили специальное приспособление на голове в виде присоски. Первый спинной плавник, скорее всего, образовал присоску. Присоска представляет собой удлиненный овальный диск, окруженный мышечным валиком, размещается на передней части спины или на голове у них. Я взял схемку, чтобы была четко видна присоска, потому что картинки, может быть, будут красочные, но не будет видно, где у них там присоска и как она выглядит. Поэтому черно-белая из жизни животных. Ну вот, значит, она у них выглядит как такая вращающаяся пластина жалюзи. То есть, при свободном плавании пластины лежат плашмя, когда они прижимают присоску к какой-нибудь гладкой поверхности, они поворачиваются, пластины, и стоят, стоя стоят. Все образуются камеры с вакуумом, то есть, присасывается на вакуум, поднимает, короче, вот эти все пластины свои, между них образуется вакуум, и она присасывается. Ну, присасывается, говорят, очень хорошо. Ей же надо присосаться к движущимся объектам, чтобы ничего не сбило, там, никакая струя, там, толчки и так далее, поэтому хорошо сосет. Она мышцами управляет этой присоской, то есть, она может сознательно снять, ослабить вакуум, опустить эти пластины и отсосаться. Ну, если, допустим, ее тянуть за хвост, там, или еще что-нибудь, она присасывается крепче. К тому же, прилипалы могут скользить по этой поверхности, то есть, изменяя положение пластин этой присоски, он может по этой рыбе скользить, пока от которой он присосался. Ну, к чему они присасываются? К большой рыбе. Или, допустим, к черепахе, к киту. Может присосаться к кораблю человеческому. То есть, такой небольшой корабль они могут воспринять как рыбу и присосаться. Я раньше рассказывал, есть различные рыбы-лоцманы, которые следуют, допустим, за акулой. Вот акула большая, она создает такой, как бы, в воде такую дырку. И вот в этом слое, который образует крупная рыба, проще плыть, меньше затрат. Но вот, видимо, из них развились уже полностью прилипалы. Она вообще, короче, не плавает. Она цепляется за какую-нибудь акулу и все, и путешествует. Ну, вот наиболее известны как раз на картинке акулья ремора на акулу и обыкновенная прилипала. Они, кстати, встречаются в нашем Приморье. И прилипала даже и в Черное море может заходить. Но он очень редкий, конечно. Очень специфическое приспособление. В принципе, он может сам тоже плыть. И поэтому разные виды прилипала. У них разная степень зависимости от хозяина. То есть, некоторые время от времени присасываются, в основном плавают. Но акулья ремора вообще без акулы не может существовать. То есть, допустим, если снять ремору с акулы, она начинает тяжело дышать. И, в общем, она не может даже без акулы нормально дышать. В то же время они, допустим, для питания могут покидать акулу. То есть, она временно отцепляется, где-то там рядом плавает, питается. Потом опять зацепляется за акулу, и вот акула ее ведет. Дышать не могут они, потому что им нужна высокая скорость, чтобы через жабры шла вода. Акула быстро плывет и гоняет фактически им воду через жабры. А самостоятельно она гнать воду через жабры уже не может. Вот она на акуле попутешествует, потом отцепится, немножко там что-то поест, и опять за акулу зацепилась. Ну, как правило, они специфические. То есть, там есть одни рыбы живут на акулах, другие на китах, там третьи на скатов живут и так далее. И причем, поскольку им же размножаться тоже надо, они часто прикрепляются парами, там, самец и самка. То есть, целая семья рыб путешествует, допустим, на ките. Молодые, они самостоятельно живут, естественно, у них не развилась еще присоска. Поэтому, когда он только примерно до сантиметра вырастет длиной, он начинает присасываться. Но сначала они присасываются к мелким хозяевам, то есть, маленькая рыбка такая прилипала, присасывается тоже к небольшой рыбке, к какому-нибудь иглобрюху. Обсуждали, не питаются ли они остатками пищи этих хозяев, вроде как не питаются. То есть, они только на них плывут. То есть, смысл этого всего в облегчении передвижения заключается. Питаются они свободно живущими планктонными организмами, всякими мелкими рачками. Они могут питаться паразитами своих хозяев. То есть, в принципе, они хозяину помогают, это прилипало. На поверхности всякого там кита, акулы, часто много всяческих червей, которых просто дохрена в море. Ну и вот этих червей объедает, в частности, рыба прилипала. Длина 30-90 сантиметров. А, ну да, кстати, их и не едят, потому что всякая там рыба крупная, она же боится, а наоборот, акулы. Поэтому хищники-то их не едят. Акула сама их не ест, а на акулу позалупаться может только другая какая-нибудь акула, да. Что редко бывает. Поэтому акула их фактически еще охраняет. Длина, значит, 30-90 сантиметров у них где-то такая. Ну, те, которые полностью на акуле сидят и редко отплывают, они маленькие. Если покрупнее, то она может самостоятельный образ жизни вести. Ну, в общем, доходило до того, что они человеку к сапогам прикрепляются. То есть, она рыба какая-то глуповатая, в принципе, конечно. Вот известны случаи, что, значит, всякие исследователи там исследовали кораллы и все такое, и у них прямо на сапоги налепали эти прилипалы. Ну, при всем, при том, говорят, что есть их можно. Кроме того, прилипалы используют для ловли морских черепах, крупных рыб. Вот, значит, они находят, потому что этих черепах присасываются к ним. На прилипалу делают кольцо, а прилипала ищет черепаху. Потом она нашла черепаху, прилепилась и вот таким образом вытягивает. Потому что она, короче, прилипала и она не отцепляется. Вот, если за нее дернуть за хвост, она только лучше к черепахе прикрепится. Поэтому вот она нашла, черепаху прилепилась, а человек потянул за веревку и вот добыл таким образом черепаху. Подотряд губановидные. Три семейства. Губановые, рыбы, попугаи и австралийские губаны. Все они довольно съедобные, но массовых не образуют скопления одиночки, поэтому массовой добычи не ведется. Семейство губановых многочисленное, до 600 видов. Есть маленькие губанчики, 6-7 сантиметров. И есть большие, до 3 метров. Ну, в принципе, вот он такой специфический внешний вид у губана. Можно посмотреть. Небольшой рот, толстые мясистые губы, поэтому, собственно, назвали губанами. Зубы на челюстях у них сильные, конические, иногда увеличенные. У тропических гомофозов губанов рылы удлиненные, вытянутые в слабо изогнутую трубку с маленьким ртом на конце. Потом есть еще такой эпибол. У него нижняя челюсть длинная и выступает, а рот вытягивается в воронку. Ну, вот этими длинными рылами они вытягивают из трещин всякую пищу. Вот вышеописанные рыбы, они часто прячутся по этим трещинам, а губаны их вот своими рылами вытягивают из трещин. Губаны яркие, потому что они тропические, тоже коралловые рифы. Они могут быть красные, зеленые, синие, желтые, полосатые всевозможные. Причем они меняют окраску, у них в молодости одна окраска, когда он умирает, он вообще окраску теряет. Допустим, в Черном море есть губан морской юнкер, у него окраска самцов и самок отличается. Самцы пурпурные такие, оранжевые, а самки менее яркие, коричневые и так далее. Даже считалось, что разные виды какое-то время. Губановые обитают в припрежной зоне, в всяких каменистых, заросших водорослями берегах. Поедают моллюсков, дробят их своими глоточными зубами и прочих донных беспозвоночных. Губаны одиночки. При этом, поскольку у них одиночный образ жизни, они делят на участки и охраняют каждая рыба свой участок. Вероятно, поэтому, кстати, яркая окраска. То есть, окраска сигнализирует другой рыбе, что тут другой губан, место занято. Как обычно, животные, которые делят на территории, больше агрессивности проявляют к особям своего вида. Вот, в частности, люди. То есть, когда там какая-нибудь другая рыбешка плавает, ему в основном все равно губану. А когда появляется другой губан, они начинают немедленно драться. В частности, проводили опыт. 70 гавайских таласон губанов посадили в бассейн. И за три месяца там 12 губанов осталось. Они путем длительных драк делили территорию, поубивали 60 из 70 своих, сами себя же. Ну, вот человек тоже этим отличается. Вот, человек, по всей видимости, не иерархическое животное изначально, а как раз территориальное. Поэтому человек у нас по природе анархист. Он склонен делить территорию и потом ее защищать в одиночку, а не образовывать иерархические сообщества. Вот в связи с этим период, то есть, этот аграрный, когда были вынуждены образовывать иерархические сообщества, период такого полного идиотизма. Господствовали какие-то идиотские совершенно религии. Ну, в общем, об этом я говорю уже неоднократно. Что человеку, вообще говоря, не свойственна иерархия. Человек примерно как губан. Делит участок и там на своем участке свою семью заводит и вот все. Но, правда, человек полигамный. Он предпочитает, чтобы у него, допустим, была такая семья, один мужик и штук пять женщин. По природе, видимо, такие мы были. То есть, мы делились на гаремы и территории этих гаремов охранялись. Ну, такие обезьяны есть и такое общество известное. Но мы не образовывали иерархию из пятидесяти особей с четкими рангами. Другое совсем. Ну, вернусь я к рыбкам. Значит, губановые еще чем на людей походят? Они спят ночью. То есть, когда наступает темнота, они спят, зарываются в песок. Или окутываются каким-нибудь коконом, чтобы их там не съели, пока спят. И они спят всю ночь. Среди губановых еще есть рыбочистильщики. Вот картинка, опять же, из жизни животных. То есть, они на крупной рыбе, такой как вот мурена, ставрида, луциан, они на этой крупной рыбе живут, сами маленькие, и поедают паразитов. Рыба вся покрыта более-менее паразитами, крупная особенно. Вот он поедает ее паразитов, поэтому мурена, хотя она такая вот и злая, и большая, она ее не трогает. Вот. Луциан тоже не трогает их. Даже, значит, они их ищут. То есть, вот эти вот мелкие рыбки, губаны-чистильщики, они где-то вот в одном месте находятся, к ним подплывает какая-нибудь крупная рыба и вот ждет, пока их очистят от паразитов эта маленькая. Ну, они могут делать гнезда, губан-перепелка есть, гнезда образуют полулунную форму, поперечником около 10 сантиметров. Закончив постройку, они загоняют туда самку, самка откладывает икру, а потом, значит, самец охраняет. Ну, эта система, у многих рыб уже ее рассказывал, вот она у губанов тоже наблюдается. Есть европейский губан в Европе, лапина в Черном море, в Черном море губанов достаточно много. Губан-перепелка в Черном море тоже. Далее рыбы-попугаи. Рыбы-попугаи отличаются тем, что у них челюсти образуют клюв как у попугая. Ну, иногда, помимо вот этого клюва, у них есть еще клыки или резцы, то есть зубы-то там развитые. Примерно 80 видов рыбы-попугаи, как правило, у них яркая окраска, причем они меняют окраску в течение жизни. То есть у них мальки одноцветные, а взрослые они там всякие полосатые становятся, всякие более яркие взрослые, короче. Поскольку у них окраска меняется, сначала различали 350 видов этих рыбов-попугаев, а потом обнаружили, что большая часть видов, которые описывали, это просто, короче, молодой и взрослый. То есть он совсем отличается по внешнему виду. Сначала думали, что это разные рыбы, потом оказалось, что просто это вот, у них так резко отличается молодежь от взрослой рыбы. Они могут длину достигать порядка двух метров, и опять же, это коралловые рифы. Вот этот вот клюв у них приспособлен для того, чтобы есть прям коралловая полипа. То есть он разбивает куски коралла клювами, что, вообще говоря, довольно трудно, потом перетирает полипа на глоточных зубах и съедает его. Ну, в принципе, тем же клювом он может раздробить и моллюсками, и моллюсками тоже питается. Рывы-попугаи, как и прочие губаны, одиночный образ жизни ведут и делят коралл на участки. При этом они даже могут заводить себе какую-то постоянную пещеру, в которой они привыкают. Проводили такие опыты, что вот он живет в пещере, поставили там сеть, поймали его, попугая этого. Потом опять его в море выбросили, он опять нашел свою пещеру, опять там живет. Если его опять в этой пещере поймать, он опять в нее вернется. То есть он даже не запоминает, что там в этой пещере ставили сеть на нее, на рыбу, и он все время туда возвращается, этот рыбопопугай. То есть вот он помнит пещеру, но не помнит, что там, допустим, его поймали, что там опасно. С наступлением ночи они образуют слизь вокруг себя, чтобы спать, и делают такой кокон. То есть они постель образуют, чтобы ему заснуть, ему надо покрыться слизью и в нее залезть. И потом он спит. Мясо у них съедобное, но их мало, поэтому они редко добываются. Вся рыба в Тихом океане и в Карибском бассейне может быть отравлена, как и губан. Сигуатера я рассказывал. Причем местные не могут отличить отравленную от неотравленной, и сами умирают там, что-то 12% смертности в Полинезии от этой, от сигуатеры. Ну, австралийские губаны, они редкие, там синяя галетта есть такая, поэтому даже картинку не привожу. Вот, в общем-то, с ними и все. Продолжение следует...